здравствуйте друзья письмецо зачитываю здравствуйте уважаемый михаил меня зовут дмитрий 24 года из россии республика татарстан мне очень нравятся ваши репортажи иногда даже засыпаю за ноутбуком вот рассмотреть пожалуйста мою ситуацию в этом году я закончил университет степень бакалавра по специальности техносферная безопасность профиль охрана природной среды и ресурсосбережения исследовал загрязнение атмосферного воздуха где исследовал в институте ну неважно думал поступать ли дальше в магистратуру посоветовался с родителями они мне сказали как ты сам желаешь мудрые родители молодцы я решил попробовать поступил в магистратуру на бюджетную форму обучения на ту же самую специальность занятия в вечернее время так одним чем делать сейчас учусь на первом курсе магистратуры на данный момент я параллельно ищу работу по моей специальности но самое что интересно разместил резюме на head hunter на должность начинающего специалиста сфере экологии резюме выставлял три раза каждую неделю но звонков от работодателей в сфере экологии не поступало также есть сайт есть работа но там тоже ничего по специальности в моем городе не нашел я вообще не знаю в каком городе вот тоже интересно все-таки татарстане есть вот мир громадный город казань например а может быть какой-то центр маленький вот непонятно ну хорошо возможно сферы экологии в россии не очень популярна но так сразу обобщил прямо на всю россию ладно не знаю разместил резюме не по специальности оператор эвм было три-четыре звонка вообще оператор эвм это такая работа которая не требует высшего образования на самом деле такая совсем простенькая я теперь задумался было три-четыре звонка то есть как бы больше спроса я теперь задумался а зачем тогда учиться в магистратуре если со степенью бакалавра работу по специальности очень даже сложно найти вообще-то конечно когда поступал надо было подумать но ладно уже сейчас задним числом то чё посещают мысли найти работу не по специальности с хорошей зарплатой и уйти с магистратуры даже не знаю они по специальности с хорошей зарплаты мне кажется сложнее найти чем по специальности но если только это не какой-то такой знаете может трак водить там или что но даже не знаю но в университете у меня стипендия но стипендия маленькая интересно было бы узнать ваше мнение значит стипендия маленькая окей поехали будем разбираться что у нас получается друзья там много как бы таких линий по которым мы можем пройтись значит первая линия такая что вот у парня из профессия в городе где он живет может быть там и нету такой работы но ну парню это 24 года все-таки это же не то что ему 16 допустим или 14 значит он может на самом деле сняться куда-то и поехать туда где работа есть я не думаю что в российской федерации такое место где экология всем по фене и там нигде не измеряют качество воды или там не анализирует и нет лаборатории и нет это 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 было бы очень странно такое даже предположить поэтому наверное есть место ему где-то на на свете но может быть не прямо в его городе ну так ничего страшного господи так а чё такое вот люди в америку едут там другая страна другая культура другой язык вообще все другое а тут собственной стране там куда-то немножко передвинуться я бы расширил круг поиска то что парень учится в магистратуре по той профессии которые у него есть ему еще там какую-то стипендию платить вообще обалдеть это неплохо когда когда ты учишься в магистратуре когда заканчиваешь магистратуру это лучше чем чем ты ее не заканчивал если ты хочешь быть своей профессии причем чё ж такого-то хорошо иметь образование чем лучше у тебя образование базовое фундаментальное тем тем дальше ты можешь скакануть своей профессии гораздо лучше сейчас получать это образование чем когда тебе будет 40 лет и ты пойдешь потому что деваться некуда скажу что вот такой необразованный значит дальше что более общий вопрос который здесь значит присутствует это вопрос о том почему он вдруг оказался специалистом по экологии если это дело случайно и если нет как бы призвание к этой профессии вот он пошел там на операторы его им там значит если бы киркой махать может быть там еще бы больше платили и больше спрос бы был я не знаю но он попробовал посмотреть допустим да я понимаю ему интересное что только только по этой профессии нет или чего может быть это не не обязательно не призвание то может быть так вышло что он учился и так далее да ради бога но в принципе если мы так уже по большому счету смотрим хорошо быть в той профессии к которой у тебя призвание так вот ты же ты же для чего-то на свет появился и когда планировалось твое появление на свет там где-то наверху значит это не было профессией какой-то вот потом должен быть обязательно нефтяником или там энергетиком это это же не на таком уровне но вот речь идет о самореализации лучше всего заниматься такой профессии в которой ты лучше самореализуешься и еще раз когда будет 40 лет парню значит он может быть по-другому совершенно видеть свою жизнь и свое направление для дальнейшей самореализации но вот сегодня поэтому как знать да как значит чего у тебя лежит душа как знать к чему ты там склонен мы некоторое время назад рассуждая на эту тему там давали ссылку на тест на сайте по-моему профориентации что ли там ру как-то так был сайт и но они этот тест убрали он раньше бесплатный был то ли они его платным сделали то ли чего вот я недавно как раз пытался пройти и нету больше этого теста но я думаю так вы можете например вот сегодняшнее мое понимание но может быть немножко более глубокое чем тогда вы можете пойти там на сайт михаила бородянского там совершенно бесплатно вы можете взять тест на вектора и там с объяснениями это все то есть как бы какой вектор чего значит там как как прочесть этот тест но если вы хотите глубже и я бы на вашем месте если это ваша жизнь я бы пошел глубже я бы пошел и прочитал книжку там же на сайте висит бесплатно книжку значит вы почитаете эту книжку про эти вектора и вы узнаете о себе может быть такое чего сейчас вы не очень знаете но если интересно как бы да для для дела соответственно там вас набором этих векторов там видно к чему предрасположенность больше по рождению по по опыту жизненному да там по принятию вот ты родился с чем-то а есть принятие вот и что-то в себе признаешь как бы тогда тоже важно и вот вы можете тогда смотреть там на какую-то профессию это она подходит или не подходит то есть если человек еще профессионально не самоопределился что часто бывает мы мы видим массу народу который получив первое образование и став немножко взрослее задают себе вопрос ну а жить-то как и выясняется что вот теперь уже им хочется уже сознательно уже не так как вот он в 17 лет там выбирал а уже сознательно он говорит хорошо тогда я буду делать вот это потому что я решил что это хорошо хотя конечно всегда можно уйти там в продаже можно уйти там в недвижимость там я не знаю там страхование есть есть такие области профессиональные которые в общем-то не требует именно университетского образования специального а требует просто некоторого уровня развития там специфических навыков и способностей которые помогают быть успешным страхование там рил эстрите в страхование в этом перед перечислил в продажах и я не знаю я там ведь очень много работаю как раз с людьми которые тоже переучиваются но вот допустим на тестировщиков программного обеспечения я не знаю вас городе есть там тестировщики программного обеспечения или нет уже всяком случае лучше чем оператором и так точно вот но можно может быть автопы тестировщиков нет но если вы себя зажмете в рамке города в котором вы живете то сложно будет очень сложно будет поэтому что что скажешь стипендия маленькая там но все-таки хоть и маленькая но есть поймать и а так вот вроде работа толком нет стипендия дел хорошие но вам мы же решаем то вопрос более глобальный правильный не вопрос вот как ближайший год прожить пока вы там в магистратуре учитесь а вопрос то дальше что делать то есть он говорит может быть бросить магистратуру но там есть маленькая стипендия мелочи то все суета вот есть вопросы главное и когда главные вопросы решаются все остальные вопросы которые подчиненные они бы страиваться в линеечку там даже и задумываться нет ни на секунду задумываться не придется поэтому главный это вопрос не решен и поэтому возникает вопрос бросить магистратуру не бросить магистратуру а ради чего бросить чтобы какую-нибудь копейку непонятно каким там трудом получать и дальше двигаться в неизвестно куда ну а кому же нужна неизвестность одна взамен там неизвестности другой вот кардинально есть вопрос да как жить профессиональном смысле вот так в какой в каком направлении двигаться чтобы реализоваться потому что каждый человек приходит на этот свет для того чтобы реализоваться что для вас реализация родители молодцы в том смысле что они говорят давай сам взрослый парень решай определяйся они не вмешиваются вот но может быть им задать другой вопрос давайте на первый вопрос а может быть перри уехать другой город где больше возможностей и есть города где больше возможностей да есть казань если в татаре есть москва в конце концов есть питер там есть много мест где много возможностей поэтому может быть вот об этом у родителей спросить так что но но в 24 года уже такое время когда надо надо все-таки определяться я лично вот к профессии связанной с экологией очень хорошо отношусь потому что как никогда вот сейчас это все востребовано обществом 8 миром жизнью всем востребованным потому что уже довели планету черти до чего уже уже жить невозможно становится но уже климат меняется уже уже много чего происходит поэтому я думаю что это одна из наиболее востребованных профессий но когда приходит к тому чтобы найти работу может быть у вас в университете есть какие-то я не знаю там вот у нас тут есть канцлор такая должность канцлор там по поиску работы вот и к нему приходишь и у них там списки компании у них там какие-то образцы там резюме там я не знаю но они помогают молодым ребятам находить работу то есть найти работу молодым выпускнику это не то же самое свежему не то же самое что найти работу чек это чеку с несколькими годами опыта поэтому я не знаю что же они так учат и даже не помогают скобус поисков работы сориентировать не могут странно очень но во всяком случае может быть проще разобраться с тем как искать работу так нежели например вот менять профессию если все упирается только вот в это то есть допустим профессия нравится так и я по тексту вижу что ему нравится так как то в общем хорошо об этом пишет значит если профессия нравится и вопрос только в том чтобы значит там конкретно работу уже найти ну это тоже надо уметь делать и и самый сложный поиск работы это когда ты еще ничего не знаешь вот только из университета и тебе и в резюме то толком написать ничего кроме того что там учился еще не каждый сообразит там какие-то студенческие проекты курсовые работы там дипломные расписать там подробненько в этом резюме чтобы там хоть какое-то содержание было профессионально а то пишет вот родился учился и все и вот тебе все резюме поэтому я не знаю я я бы начал вот с этого честно такой бы у меня был первый шаг но еще раз ну ну посоветуйтесь с родителями только вопрос поставьте другой вот и все и на самом деле я в вопросе и в постановке вопроса слышу немножко такое не очень взрослое отношение к жизни такой такая инфантильность присутствует ну это естественно когда ты живешь с родителями тогда и это ты не зарабатываешь сам себе на жизнь у тебя нет семьи детей ответственности такой и так далее естественно вот некоторая такая инфантильность то есть можно в любом возрасте иметь уровень ответственности там как у ребенка да да вот поэтому может быть может быть так чтобы повзрослеть надо двигаться куда-то и там я не знаю возмужать брать на себя что-то и так далее то есть это неплохо вернуться к родителям всегда можно если уж так на то пошло или там в родной город так что я думаю надо идти вот вслед за возможностями и не ждать что вот тебе кто-то обязан что ты вот закончил университет и тебе бабах вот прям возле дома чем перепадет не обязательно не обязательно в общем такой такой меня анализ ситуации получается счастлива и я я почти уверен что у парня все будет нормально если только он сфокусируется вот над на том что для него важно в жизни пойти нельзя разбрасываться когда человек разбросанный он сигнал такой размазанный посылает туда высшие сферы и ему толком невозможно ничего прислать полезного из каталога вот а как только заявочку так аккуратненько прописал что ты хочешь вот она начинается происходить вот счастливо 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 счастливо